Я знаю правду, как все было. Мы с тобой вместе остались ночевать в спортзале. С этого момента я, наверное, понял, что надо в чем-то еще добавить. И добавить агрессии, наверное, еще больше. Тебе симпатизирует голодрина Спартака? Уже ничего не изменишь. Ты вообще хоть чего-то боишься в этой жизни? Мы вас найдем, мы вас порежем. Друзья, создавая новое ЛОКО-ТВ, мы, конечно, делали упор на развлекательное телевидение, но нельзя обойти вниманием и формат серьезного разговора. А так как у нас формат серьезного разговора должен быть, то тут нельзя обойти вниманием персонала Дмитрия Баринова. Дима Баринов, наш воспитанник, сколько лет уже в основной команде, четвертый сезон, но вот как-то до сих пор не явили тебя миру, что ли. Не было какого-то такого большого обстоятельного разговора. И, наверное, пора. Дим, так что спасибо, что согласился. И продолжая небольшую подводку, договариваясь с футболистами о съемках, мы там легко договорились с Тарасом, легко договорились со Смоловым. И потом, так, надо вот сейчас с Барином. Как с Барином? Не потому, что ты этот там звезду словил, да, я поясняю зрителям. Нет, не поэтому. А потому, что, наоборот, у тебя какая-то такая излишняя скромность, нежелание где-то светиться, говорить, в чем-то участвовать. Почему? Скажи, пожалуйста. Ну, я не любитель вообще давать какие-то там интервью. Ну, вот иногда соглашаюсь там для газетки на матч. А вот даже после матча, там интервью какие-то после матча, я это тоже никогда не говорю. Но, как вы мои знакомые, близкие друзья, я для вас сделал исключение, и поэтому я согласился. Ну, хорошо, не любишь. Но ты растешь как футболист, как личность. Ты же понимаешь, что, может быть, вот находясь где-то в тени излишней, из-за того, что тебя нигде нет в новостях, ты где-то, может быть, даже стопоришь свое развитие. Ну, вот. Я, как бы, не люблю много говорить, я люблю больше делать. Но ты уже много делаешь. У тебя каждый сезон все больше и больше матчей. Сейчас тебя можно действительно назвать одним из лидеров команды. Ты лучший игрок месяца, признан боющиком. Это все не просто так. При этом, смотри, параллельно Игнатов в Спартаке, да, играет два матча неплохих в центре поля, и сразу все пишут Игнатова сборная, Игнатова сборная. А Баринову сборную не пишет никто. Два матча это не показать. Я считаю, что надо хотя бы одну часть сезона провести на одном уровне. И я думаю, что и вызов не за горами. Ты сейчас считаешь, что ты готов к сборной? Как сказать? Ну, я думаю, что процентов на 70 я готов. Я просто, ну, как, надо реально оценивать шансы. У меня там большая конкуренция в центре, как и здесь. Поэтому конкуренции я не боюсь. И если мне удастся и в ближайшее время попасть в сборную, то я буду делать все возможное, что от меня зависит. В целом, что для тебя сборная? Если посмотреть по твоей карьере, то всегда, да, по юношеским сборным, ты всегда был лидером команды, добивался результата в чемпионстве в Европе до 17 лет, финал до 19. Я помню тебя по молодежке. Ты всегда по всем возрастам старался быть лидером, стремился к тому, чтобы быть капитаном, защищать, там, команду, страну, как в жизни семью. Для тебя это вот что-то, вот это в твоей крови. Ну, это характер у меня такой. Я, наверное, с детства сам понял то, что, ну, если есть цели, к ней надо идти, неважно как там, упал, поднимался, ну, надо всегда оставаться, в первую очередь, человеком. А про сборную, ну, сборная – это, наверное, одна из целей каждого человека, каждого футболиста – попасть в эту сборную и доказать всей стране, что ты не так, там, просто отбываешь в своей команде номера. Но ты еще и готов играть в сборную и становиться лидером. Насколько большой удар это был для тебя, то, что в сборной Бушманова ты не играл? Не знаю, да, что ответить. Я знаю правду, как все было. Он в интервью в каком-то сказал, что я портил коллектив там. Хотя я со всеми ребятами вообще в команде, мы как одно целое были, вот, правда. А в интервью он говорит одно, а на самом деле-то я знаю правду. Но пусть будет так, и я желаю только тренеру удачи, и дай бог, чтобы у него все получилось. Эти проблемы, да, которые, например, в случае с тобой в этой молодежной сборной, были и другие вопросы, на самом деле, по другим вызовам и невызовам, соответственно. И на самом деле всегда, если говорить о юношеских сборных, молодежных, постоянно какие-то течения непонятные появляются, и почему тот вызван, этот не вызван, ну, какие-то странности. На выходе вот эти сборные, юношеские, молодежные, насколько они нужны, если они вот так субъективны зачастую? Главное попасть к тренеру, который будет как к тебе относиться очень хорошо. И я считаю, вот, чтобы тренер был как друг. Ты мог с ним обсудить и не только футбольные вещи, но и какие-то другие там семейные по быту, чтобы он тебе подсказал. Вот даже ты говоришь про не молодежные сборные, а юношеские. Я попал к тренеру Хамух. Да, это, ну, это просто, да, там жесткая дисциплина была, там телефоны отбирали, все вот это вот было. В 10 часов сдаешь, в 10 часов утра получаешь там. Когда до 19 лет мы вышли в финал, перед финалом забрал всех телефоны. За день до финала пошли всей командой смотрели «Гладиатор», что ли, фильм. Ну, там такая атмосфера, и все ребята дружные. И мы все это понимали. Если я считаю, если это дает результат, то это правильно делает он. А если этого, ну, нет результата, и ты собираешь там телефон, тогда к чему это? Вот Хамуха, да, вы добивались результата. Почему у тебя есть мнение, что у Хамухи потом не получилось по молодежке как раз? Некоторые ребята не соглашались с такой дисциплиной, которую он хотел создать в команде. Мы-то ребята понимали, которые пришли из юношеской в молодежную команду. Мы как бы это и все, все порядки, вот эти все соблюдали. А вот кто ребята постарше, они как бы, наверное, не с ним, не сошлись с ним. То есть где-то, когда 16-летние, 17-летние ребята, они принимают, вот момент просто отдать телефон до 20-21-летней, они уже постарше, они уже выросли, им уже это не нужно. Ну, в молодежной сборной такого уже не было, чтобы собирали телефоны. Там просто, ну, как бы контроль был за каждый день там взвешивания, там давление, там в 10 часов все вместе ходим на ужин, все вместе уходим, там на обеды то же самое, вот так. Кому-то это не нравилось, поэтому я думал, что из-за этого. Хорошо, но в целом, я думаю, ты согласишься, что по юношам у России там так или иначе периодические результаты есть по разным возрастам. Молодежка, вроде вот те же ребята талантливые, которые только что что-то выигрывали, но вот как будто идет такой провал, и потом мы на уровне Премьер-лиги, да, ребят вот тех выигравших собираем там раз, два, три. От человека зависит. Может, он подумал, что он добился там чего-то, и останавливается на этом. А ты говоришь, кого-то на пальцах пересчитал. За себя могу лично сказать то, что я, ну, как бы я стараюсь не терять голову, даже выиграв там чемпионат Европы, там, выиграв чемпионат России, есть Кубок России, там, ну, мне как бы, ну, выиграл-выиграл, это в историю входит. Но я должен еще создать себя как футболиста, как личность, поэтому, не знаю, ну, как, с кем мы выигрывали чемпионат, много ребят играет, например, в Лиге Европы. Ну, кто? Ты, Жамаледдинов, Гулиев, Зуев, Макаров, ну, у него сейчас травма из ЦСКА, парень. Ну, все равно в Макарове. Ну, много в Фанели ребята играют тоже. Поэтому, ну, как бы наш костяк, он, как бы, более-менее сохранился. Вы вот на этом уровне, когда играли, и зачастую обыгрываем там Испанию, и Францию, всех, но у них потом вырастают, не знаю, Дембели, вырастает Тони Кросс, вырастает Иска, Асенсио, а сборная России как будто зачастую берет командой, да, выиграть позиции. И это здорово на этом уровне, но потом это становится проблемой. Я с тобой согласен, ну, мы брали всех, когда мы играли, там, до 17, до 19, мы брали команды. То, что, ну, Россия, вот, мы одно целое, один кулак там. А вот испанцы, там, немцы, они больше, ну, как бы даже было видно, как выделялись они лично, ну, по отдельности. Каждый игрок, он, как бы, в своей позиции выделялся. А мы, как бы, всей командой. То есть, вот, из-за этого, наверное, мы и добивались успеха. То, что мы были командой, и они не личность, там, какие-то игроки. Ты говорил о важности найти тренера, который будет говорить с тобой. Кто вот твой первый такой тренер, который помог твоему становлению? Переломный момент был, когда я пришел в Сатурн. Был тренер, который, он меня, он же меня позвал, и я у него сидел на замене. Сидел, а он, когда я переходил, мне говорит, я тебя вижу, как десятку, как под нападающими. Я говорю, да, а я был до этого нападающим. До форвардом? Да. Я говорю, да, без проблем, типа, и вот, я пришел, и через месяц, месяц посидел, и на втором месяце его уволили, и пришел тренер другой, Кищенко, Сергей Эльвирович, его зовут. И он мне сказал, я вижу тебя опорником, говорит, вот это твоя позиция, и все. То есть, ты еще десяткой поиграть не успел, а тебя опускают еще нежу? Ну, как вот десяткой поиграть, я там немного сыграл, выходил на замены, и команда там по 5-0 выиграла, в Сатурн переходил, и забивал, и отдавал передачу, но все равно он, если еще мать, сидел. И вот он пришел и говорит, и я тебя вижу. И вот, когда он пришел, вот, он, правда, такой человек, он переживал за команду. Он там неподалеку жил от интерната, и он всегда мог остаться с нами, там, утром всегда заставлял кашу есть, там, кто по 10 раз не подтянется на дурнике, он не отпускал в город, там, до магазина сходить или еще куда-то. Многим это не нравилось, но, опять же, я, как, я чувствовал, что есть доверие, и, ну, не надо выпускать свой шанс, и вот с этого все и началось, наверное. Отдельно важнейшая глава – это твоя семья, о которой ты постоянно говоришь. Но вот если переходить от темы футбольной, то я хочу о племяннике сказать. У тебя племянник занимается футболом, да? Сколько ему лет? Да, ему 7. И ты как-то в интервью сказал, что тренер иногда жалуется на его дисциплину, ее отсутствие, и партнеры по команде как-то его тоже критикуют, потому что он не делится мячом. Но вот это же как раз та самая проблема. Дети должны работать с мячом, иначе они не будут индивидуально сильны. Ну, могу сказать, из-за себя я такой же был. Я был такой же, наверное, лет до 11, пока не перешел в Мастер Сатурн, в школу. Я просто, ну, если я получал мяч, я шел на троих, там, на четверых. И раньше я вообще играл в нападение. И скажу, был такой один сезон, я забивал 38 мячей. Ты во всех интервью говоришь, что самый важный человек в твоей жизни – это мама. Да. На самом деле, я думаю, что много людей скажут об этом, но так считают. Но немногие люди будут об этом говорить постоянно, вот действительно искренне так считают. Вы понимаете, не каждый человек будет рассказывать свою семейную жизнь, там, что у него было в детстве, что у него не было в детстве. А про маму почему я говорю? Мама с самого детства со мной, ну, как бы, они разошлись с папой, когда я был еще маленький. И вот поэтому она вот всегда, представляете, у нее двести, ну, я и моя сестра старше. Она еще при этом успевала работать. Мы в школу, она на работу. Сестра в школу, а мне на тренировку ехать в Челково. Сестра после работы, мы с ней пилим на тренировку. А потом на три раза где-то я поездил, и уже начал, там уже мне мама какой-то телефон прикупила, чтобы я мог отзваниваться. И вот я уже начал сам ездить. Мама, ну, мама, она есть мама. Она и после игры, она может сказать, сынок, сегодня ты очень плохо сыграл. Она напрямую говорит. А бывает, она после игры скажет, я горжусь тобой. Почитав, за какие команды ты играл, ты можешь сказать, что ты человек в Подмосковье. Ты, наверное, объездил все Подмосковье. Сколько у тебя городов было, если по командам подпочитать? Все в Московскую область. Там чемпионат Московской области идет. Все города были. И ты постоянно ездил туда-сюда, и будучи там... Я приезжал на стадион во Фрязино. Вся команда собиралась, мы со Фрязино ехали в Солнечногорск. Понятно, что иногда классно, команда, но насколько можно ездить. А потом ты вообще переехал в Раменское. Я думаю, что у каждого футболиста, как вообще у любого человека, где-то появляется момент, когда хочется бросить. Честно сказать, вот когда я... Мне там вот до Фрязино, там, от моей деревни было ездить 20 минут на автобусе. Я после тренировки брал вещи, ехал, там, тренировка в 7 часов вечера. Ну, представляете, маленький, потом вечером идешь домой, ну, едешь один там. Я ни одной тренировки не пропускал. Я приезжал, я еще оставался там, допустим, у нас там тренировка в 5 и там до 6. Но мне мало было этого. Я оставался там с ребятами постарше. Мой тренер договаривался, и я с ними, как бы, еще по тренировке проводил. Забегу, там, маме сообщение напишу или позвоню. Я скажу, мам, я еще, типа, останусь и потом приеду. Да-да, хорошо. Ну, вот так вот. А не было такого желания. Вот было желание, когда я переехал в Сатурн. Когда я уехал от всей своей любимой семьи, от всех своих друзей, такой ад был, вот, правда. И там еще такая, ну, годовщина немного была, там, старшие поджучивались, серьезно вообще. И я один раз позвонил маме и сказал, мам, забери меня отсюда, я больше не могу здесь. И она говорит, успокойся, говорит, приди, сядь, я тебе сейчас перезвоню, там, через 10 минут, она, может, чем-то занята была. Она позвонила моему тренеру, который меня отправлял в Сатурн. Она говорит, что делать? Она говорит, ну, едь, забирай, что делать. И она, ну, набрала мне и говорит, сынок, потерпи чуть-чуть, говорит, и потом ты мне скажешь спасибо. Тебя, по сути, воспитывала мама в одиночку, да, можно сказать? Но ты с юных лет проявлял характер, ну, не знаю, более мужской сложно представить. То есть тебе вообще было не совсем, ты шел и шел. То есть у тебя изначально было понимание того, что, да, там, мама старше, мама взрослая, но ты тут мужчина, и ты должен, да, доказывать это и идти к тому, чтобы обеспечивать, помогать. Я понял это, наверное, когда я только начал футбол, там, вот во Фрязино уже заниматься. Я понял то, что, ну, если не я, то никто не сделает семью счастливой. И я, как бы, постепенно к этому шел, шел и иду до сих пор, чтобы моя семья никогда ни в чем не нуждалась. Я в школу хоть пошел в первый класс, я пошел, ну, 1 сентября, там, а через, там, через день или через два в школу. Я на первый сентября, на третий, там, какой-то сентября, я пришел со сменкой и с мячом. Я уходил на переменки, просто уходил там, а там школьное такое было, я уходил там, бил поворотом там. И все ребятишки, которые со мной в школе, в первом классе учились, они убегали со мной. И вот мы приходили, и все, звонок в зенит, мы бежим, бежим, а у нас все коленки в зеленые, вот это вот, знаешь, ну, семья, детская вот это вот, ну, с детства я. Ну, играют все, да, но тут вопрос именно в том, что потом ты, каждая тренировка без пропусков по всему Подмосковью, и даже когда опытный тренер сказал твоей маме, забирай его, и мама проявила мудрость, и ты проявил стойкость. То есть, ну, то есть, такой семейный момент, на самом деле. И сейчас ты, наконец, можно сказать, да, что ты уже достиг того уровня, что ты обеспечиваешь маму, и это тебе можно... Да, я... Мама у меня не работает, она исключительно дома, и занимается своим делами. Сестра у меня не работает, я стараюсь и маме помогать, и сестре помогать, чтобы они ни в чем не нуждают. Ты обеспечиваешь семью, и ты там, ты мужчина в этой семье, да, ты уже давно не ребенок, но что насчет твоей семьи? Ну, наверное, надо встретить девушку, которая, ну, полюбит тебя как простого Диму, а не как ты футболист, там, или все, не знаю, все ведомые девчонки. И, ну, я хочу встретить такую простую девочку, которая, ну, будет меня любить как простого человека. Ну, а ты сейчас куда полетишь на отдых? Я пока думаю. Ну, до этого ты был где? Дубая? Ну, как ты в Дубае встретишь простую девочку? Так я ее не буду там встречать, мне не нужна оттуда. Я хочу ее здесь встретить. Дубая я лечу отдыхать, и... Потому что у нас не так много отпуска. Я полечу, отдохну, и я там не собираюсь встречать там откуда-то... Хотя там много девочек русских, но там я не собираюсь какие-то отношения заводить и семейную жизнь. На отдых летишь, да, с Рифатом? Да. Рифат вернулся, ты этому, я думаю, очень рад. Конечно. Только он мне об этом не говорил. Мы отдыхали вместе в Турции. И он все тянул, тянул, тянул. Но я там через свои источники что-то пробивал. Мне говорили, да, типа там что-то идет, какие-то переговоры идут, но нет никакой ясности. Я у него спрашиваю, он говорит, да нет, пока сейчас с Рубином на сборы полечу там. Он мне ничего не говорил. А он знал, что идет обсуждение? Или... Он знал, он мне просто об этом не говорил. Может, хотел удивить меня это и еще что-то. И когда мы прилетели в Москву, он через два дня уже должен был подписывать контракт. Я уже об этом знал. И я ему еще, ну и что? И потом, когда он подписал, и я хотел первым выложить фотографию, на меня попросили этого не делать. А на следующий день мы улетали на сборы. И я его с самолета пальнул сразу, что вот он в команде. Ну, в итоге, по сути, объявление произошло в твоем инстаграме. От меня, да. Да, первый, кто выложил, это я был. Вы с Рифатом дружбу сохранили? Да. Когда он был в Казани, мы общались. И он же был в Казани, мы летали отдыхать вместе. Ну, не знаю, может, как-то мы не часто виделись, потому что он не часто в Москву прилетал. А так, ну, мы всегда были на связи там по WhatsApp, по видео. Давай еще немного коснемся темы того, почему все-таки многие не заиграли. Вы с Рифатом это обсуждаете, что вот вспоминаете, что вот сколько было ребят. Вот помнишь, с тем играли, с тем играли, с тем, а где он сейчас, а он сейчас где. Ну, да, обсуждаем. Я приходил, я вообще, честно, я когда переходил в Локомотив, у меня же был просмотр. Я приехал на неделю в интернате, и когда я ехал с Сатурна в Локомотив, и мне говорили, да ты что, там у них все сборники играют, куда ты едешь там. Я говорю, ну, я поеду, попробую. Через два месяца я попал сам в сборную. Меня пригласили на учебно-тренировочный сбор. У тебя там капитаном был даже. После этого вот началась. По ступенькам, по сборным. Ну, вот ты так рассказываешь, что иногда может показаться, что ты все время поднимался наверх. Там был какой-то месяц, где тебя не видели в составе, а в остальном у тебя было все какое-то поступательное движение. Что ты просто играл в футбол, тебе на это нравилось, ты играл и играл. Ну, на самом же деле это было не так, и это такой, ну, так себе мотивация. Нет, перелы же бывают разные в жизни. Если про Клоп говорить, бывает то, что, ну, ты можешь сидеть полгода, да? Ты здесь сидел в основе Локомотив практически три года. Ну, в какие-то матчах я играл. Да, но это было очень... Ну, да. Это не игра. Поэтому по таким поводам я очень сильно переживаю, когда я не играю. Я стараюсь понять, что я делаю не так. Я стараюсь, там, обратиться, там, к помощникам тренерского штаба, чтобы они мне показали, там, рассказали, там, где я что-то не так сделал, там. Очень сильно переживаю. Бывает, я приеду домой, могу ни с кем не разговаривать. Мама это прекрасно понимает. И мама всегда по голосу меня чувствует. Если голос такой поникший, она спокойно, она там спросит, может, покушать что-то сделать. И все, она... Я просто поднимусь в свою комнату и буду там. Мало кто готов три года ждать своего шанса. И продолжать так же постоянно работать, в любую секунду быть готовым выйти, там, сыграть, не знаю, отдать Голливуд через все поле. Помнишь, там, матчи с Мордовией. А потом снова сесть практически на сезон. А потом снова остаться в команде. И снова остаться в команде. Ну, характер, наверное. Никогда, ну, не отпускать руки. Даже если, ну, не смотрит не тот на тебя, ты для себя работаешь. И, ну, наверху все видно, понимаешь? Вот есть Боженька, он все видит. Что бы ни случилось, там, делай, что если ты прекрасно понимаешь, что ты, да, вот, ты вот сегодня, там, хорошо тренировался, вчера плохо. Недельный цикл ты провел здорово, но тебя не поставили играть. Это обидно. Но при этом ты не должен ни на кого обижаться. Ты должен обижаться только на себя, что ты, ну, значит, что ты не сделал не так в том или ином эпизоде. Там, либо какую-то тренировку провалил, а тренер хотел тебя поставить, там, все. Помнишь, ты еще три года назад у меня как-то в плохом настроении спросил, мол, Кирюх, а ты меня поставил сейчас? Помнишь? Ну, мы после молодежки как-то переехали к основе, когда ты еще играл и там, и там. То есть ты... Ну, здесь я не играл, молодежки играл. Молодежки играл. Но ты уже тогда, да, был готов играть здесь, во всяком случае, по внутренним ощущениям. И тем удивительнее, что столько лет ты вот прождал шанс, когда, наконец, вот ты играешь вместе с Крыховиком, Игорем Денисовым, и как минимум не хуже. Ну, вот расскажи какие-то конкретные случаи, кому ты из тренеров подходил, кто тебе из тренеров какие рекомендации давал, какие разговоры помогали, давали тебе еще 2-3 месяца терпения. Да, все помощники мне давали. По большей степени это Алексеевич Пашин. Он мне всегда говорил все. Всегда говорил в лицо и говорит и неправильно, и правильно. То есть он тебе объяснял, почему играешь в Динга, но не играешь ты? Да. И ты соглашался с этим? Не всегда. Я высказываю ему всегда свое мнение. Я ему говорю, я не согласен с вами, что он играет. Лучше? Нет. Что или иное, и другое, там, Динга, например, там, не знаю, кто-то другой футболист. Я говорю, я не могу с этим согласиться, я на треновках выгляжу лучше. И он говорит, я ничего не могу из себя. Есть тренер главный, и он решает. Я все вижу. Он говорит, тренируйся и жди своего шанса. Прошлый сезон, сезон чемпионский, ты не был игроком стартовым, да, хотя и… Как в начале был. Ну, да, но все равно выигрывал в последних матчах, ты не был все-таки игроком. Ну, ты даже говорил в интервью, что… Да, да, да. Ты играешь в 90 минут, другое дело, другие эмоции, да, когда 5 минут в конце. И вроде бы вот он костяк, плюс добавился Хеведес, добавился Крыховик. И вроде бы, ну, просто-напросто логично, да, попроситься в аренду уже сколько можно. Но ты снова остался. Что на сей раз повлияло? С кем был разговор? Заключительный разговор был с Павловичем. И он мне сказал, никуда не дергайся, я тебя не отпущу. Он говорит, будь на футбольном поле хорош и будешь играть. И вы знаете, с этого момента я, наверное, понял, что надо в чем-то еще добавить. И добавить агрессии, наверное, еще больше. Да куда уж. Еще больше, наверное. И вот я поговорил с ним и понял, что все уже, всем дал отбой. А какие были варианты? Хороший вариант был Тула. Это самый идеальный, недалеко от дома. И сам главный тренер звонил мне. Олег Кононов. Я с ним лично разговаривал. Он говорит, я тебя жду. Говорит, ждал тебя раньше, говорит. Но когда еще сборы были. То есть сейчас можно сказать, что тебе симпатизирует гол антре на Спартака? Можно сказать так. Хотя Спартак, нельзя тоже тему не пройти. Помнишь, после чемпионства ты вышел к болельщикам и поскандировал немного. Ну сколько можно об этом говорить-то? Мы, в общем, с тобой это ни разу не обсуждали на камеру. Нет, с тобой ни разу. Но многие меня спрашивают об этом. Ну и отвечают. Ну было и было. Было и было. Ты мне просто попробуй объяснить. Почему? Откуда? Чемпионский матч, обыграли «Зенит», вы первые. Почему Спартак? Ну, накипело. Накипело из-за того, что много людей спартаковских, в плане болельщиков, меня очень много, как бы сказать, гнобили, плохие вещи писали, гадости всякие. Почему? До этого эпизода как вы сталкивались? Когда я забил Спартаку. И это повлекло за собой, как вот, поток негатива. Да, да. И очень много сообщений поступало. Прям тебе в личку? Да, в Инстаграме. И, наверное, ну, накипело. Сколько сообщений в личку появилось после этого? О, вот это ужасно было. Очень много. Тысячи две с половиной части. Серьезно? Да. И это все угрозы? Это все угрозы. Скажу больше, писали в семье. Писали сестре, мы вас найдем, мы вас порежем там. Серьезно. Я просто просил не обращать внимания и блокировать таких людей. Один парень, он зашел в мой контакт. Начал всем писать моим людям, кто у меня есть в контакте. Он писал... Ты же взломал твой контакт? Нет. Он всем писал моим друзьям, всем девочкам, которые там есть. Он писал такие гадости. Пока я не обратился к Галай. Я говорю, Аня, надо что-то делать. Она сообщила безопасность этого чувака. И просто он удалил страничку. Потом оказывается, он болельщик локомотива. Он болельщик локомотива. И он говорит то, что, типа, ему стало обидно из-за того, что я так крикнул про Спартак. А он, видимо, где-то за это получил по лицу. И поэтому он решил писать все мои друзья, вплоть до сестры. Ну, это какая-то чушь. Сколько времени прошло, когда ты сам перестал на это реагировать? Потому что так вот... На критику со стороны болельщиков Спартака? Ну, да, да. Можно искать так. Первый, наверное, месяц, наверное, я как бы старался там еще и отвечать, там, знаешь, кому-то. Но потом я понял, ну, уже ничего не изменишь. Ты где-то извинялся, признал свою правоту? Нет. Я единственное, когда извину и извинился, я написал пост в инстаграме. Это были эмоции, там, извините. Все. А так я писал, говорю, давайте, типа, встретимся. Я говорю, ну, давайте встретимся, типа. Они говорят, где я? Я говорю, давайте там-то, там-то. Ну, и все. И потом люди... А где ты назначал? Где назначал? Да, я много где назначал. Они говорят, мы можем к тебе приехать, можем в Москве. А зачем ты назначал эти стрелки? Не, не я. Они говорили, хоть и вы, ну, хочешь, давай с тобой встретимся. Я говорю, ну, давай встретимся. Но ты понимал, что ты встречаешься какими-то там неадекватными? Я бы, я понимал, что они не приедут. ну все очень много людей которых в соцсетях они вот такие там или еще как таска но при встрече там один на один человек он будет себя по-другому вести если он там не какой-то больной там или бешеный но есть и такие но есть такие на такие они по большей степени писал этом завистники я не старался обращать не люблю когда задевает семью отвечая по большей степени когда задевали мою маму там сестру говорят мы твою мать там порежем и тебя вместе с ней как и не могу тревожить каждый мужчина который любит свою семью и ценит наверное иди ты единственное что у него есть жизни не позволит так оскорблять свою маму свою сестру там бабушку тетю поэтому я отвечал ты дебютировал в лиге чемпионов в этом сезоне сразу в старте с шальки ну вот не знаю по ощущениям в первом тайме лидером команды был дмитрий баринов как это вообще выйти 22 года дебют лиги чемпионов команда очень опытная мастеровитая звездная а ты выходишь и и ведешь игру команды ты вообще почему ты боишься в этой жизни боюсь чего не буду говорить чего но боюсь кошек что боится в жизни а про лигу чемпионов это мечта я видел это только по телевизору и тебе упадает такой шанс который в жизни больше может и не быть не каждый сезон ты играешь лиги чемпионов и туда тройная мотивация выходишь и ты наверное забываешь абсолютно обо всем гим гим когда я слушал ли чемпионов я первый раз слушал в турции мы играли когда тогда я сидел на скамейке и в тот момент там даже мурашки по кожи пошли и последний вопрос который хочу тебе зададим на час воспоминания три три с половиной года назад когда у тебя здесь на базе еще не было своей комнаты своего номера у меня по-прежнему разумеется нет и тогда мы прилетели очень поздно с какого-то выездного матча у нас утром была съемка здесь и мы с тобой вместе остались ночевать в спортзале фитнес на фитнесе да но там где-то лежали ты я на каком-то матрасе и мы с тобой тоже как-то болтали и и ты тоже говорю вот что ты не играешь переживаешь уже тогда и поэтому мне очень удивительно сколько лет ты провел вот вере работа и так далее и тогда ты сказал одну вещь что тогда ты разговаривал на тот момент с противный директором кириллом котовым не он тебе говорю бар но не уезжая оставайся ты будешь играть а ты мне сказал что у тебя был контакт с манчестер да это было это правда было выходили на моего агента когда после чемпионата европы когда мы выиграли его и до этого была товарищеская игра с ними мы их обыграли там сборной да и выходили там поговорили поговорили но конкретики особо не было но сам факт чтоб интересовались и тогда ты мне говорил что конечно у тебя есть мечта стать лидером локомотива стать основным игроком лидером ну и европа англия для тебя это конечно что-то особенно вот прошло время я поэтому спрашиваю спрашиваешь да что сейчас ничего не поменялось все так же я хочу ну по-прежнему хочу быть лидером локомотива и года три-четыре я хочу еще здесь вот чтобы я играл каждый сезон по 30 его во всех турнир слика чем во всех еврокубках вообще везде в кубках три-четыре года и по возможности я хотел бы уехать за границу англию хочу вот смотришь футбол и просто ну даже посмотреть там ливерпуль до арсенал там кисть скоростя к этому надо стремится дай бог спасибо